Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Он мне звонил. Звонил? Да. Он мне вчера звонил. Снова. Кто? Насильник. Каким образом? Я не знаю. Значит, вы посадили не того. Он мне звонил. Он на свободе. И он меня запугивает. Да. Что именно он вам говорил? Он мне... Он... Он спросил меня, соскучилась ли я по нему. И... И говорил, что мы скоро увидимся. Ну вот, действительно, кто-то запугивает. Наверное, тайный вызыхатель. Шуточки у нынешней молодежи, конечно, еще те. Вы меня слышите? Это его голос. Это точно он. Серьезно? Вы что, начали искусственный голос распознавать? И... Нет, я... Я имею в виду его манера и то, что он говорил. Просто поверьте... Да мы человека посадили. На шесть лет. Все. Дело закрыто. Точка. А теперь, пожалуйста, не мешайте нам других преступников ловить. Ладно. Хорошо. Я... Я понимаю. Это звучит неубедительно. Хорошо, что понимаете. Ну-ка тогда, по-вашему, кто это звонил? Кто? Откуда он мог знать про заменитель волоса? Про то, что именно надо говорить? Лена, у нас городок очень маленький. И сарафанное радио иногда работает лучше, чем мобильная связь. То есть... Я вас правильно понимаю? Вы ничего не собираетесь сделать? Я уже все сделал. Виновный сидит за решеткой. А если вам досаждают какие-то назойливые поклонники, то извините меня. Разбирайтесь с этим сами. И помните, что на суде вы опознали Сергея Бойко. А за лжесвидетельство у нас тоже предусмотрено наказание. Так что, пожалуйста, будьте осторожны с заявлениями. Хорошо. Привет. Где девочки? На бьет убежали. Ну что? Он мне не поверил. Решил, что это чья-то шутка. Слушай, Лен, а ты даже на чуть-чуть не думаешь, что он может быть прав? Окей, я поняла. Ты тоже мне не веришь. Не-не-не, стой-стой, Лен. Я верю, верю. Просто ну мало ли придурков на свете. Может тебя кто-то решил напугать. У него это отлично получается. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы присаживайтесь. Стой-стой-стой. Давай так. Ты иди домой. На улице светло, в квартире безопасно. Заплись на все замки, а я потом после работы забегу. Хорошо? Хорошо. Ну что, как будем встреч? Под ноль? Да, под ноль. Под ноль. Прекрасно. Здесь кто-то есть? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо. Спасибо. Вот и всё. Знаешь ты, какие-то секретики, Лена. Ну, какие секреты? Ножницы и расческа. Не скромничай. Пожалуйста, и запишите на завтра мою дочку к Леночке. Простите, но у Лены вся неделя занята. Я могу вам предложить другого мастера, Лиза. А на следующей, что там у Леночки, свободно? А на следующей, на следующей... Второго числа могу, на одиннадцать утра. Подойдёт? Давайте. Да, всё, записываю, приходите. Спасибо вам большое. До свидания. Так что ж там у тебя за секретики такие, Леночка, а? Может поделишься? А вот я всё равно не могу понять. Ты у нас вся такая талантливая, да? А что ты с собой поделать-то ничего не можешь, Лена? Я не понимаю, о чём ты. Да ладно. Всё ты понимаешь. Ну или когда с клиентами работаешь, в зеркало на себя абсолютно не смотришь. Уж явно реже, чем ты, Лиза. Ну что я могу поделать, если на это лицо так и хочется смотреть? Лизка, ты бьёшь все мировые рекорды по самовлюблённости. Угу. Угу. Да шучу я. Ну, что ни говори, а клиенту всегда приятнее, когда им занимается красивая женщина. Особенно мужчине. Кстати, вы ж помните вчерашнего моего клиента? Тот, которому я бороду равняла, красавчик такой. Да-да, костюмчик у него ещё такой был, не из дешёвых. Угу. Так он же меня пригласил на ужин. И девчонки, там было просто всё. И мартини, и устрицы. Ну а потом мы поехали на кофе. Ну и я же такая, понимаешь, решила не скромничать. И... Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Добрый день. Ладно, там дальше неприлично. В общем, он меня точно никогда не забудет. У вас покраска, правильно? Да. Какой оттенок? Тёплый хочу. Я поняла. Так. Давайте я вас немного подровняю. Давайте. Одну секундочку. Ленок. Давай после работы посидим? Давай. У тебя? Нет. Давай посидим в ресторане. В центре там так вкусно готовят. Майя, ты же знаешь, что я домашняя. Ну и что? А я не умею так вкусно готовить. Майя. Ничего не знаю. Я уже забронировала стол. Да. Резерв это наш столик? А, нет. Вот наш столик. Это что, двойное свидание? Нет, это скорее дружеские посиделки. Мы так не договаривались. Лена. Лена, подожди. Лена. Послушай, нельзя видеть во всех мужчинах насильников. Это отличные ребята. Это мои друзья. Тебя эта встреча совершенно ни к чему не обязывает. Посидим, пообщаемся, выпьем вина и поедем домой. Пожалуйста, Лена. Лена, 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 Лена. Я тебя убью. Завтра. А сейчас идем расслабляемся. Привет. Это наш основной зал. Клиентов немного, зато постоянные. Пришлите детальный отчет за последние три месяца и личные дела сотрудников. Да, конечно. Я сегодня же вышлю вам все на почту. Все наши мастера, это стилисты… А когда я могу познакомиться? С мастерами лично? Да, лично. Может, прямо завтра, перед началом рабочего дня? Отлично. Тогда вызовите их на час раньше. Хорошо. И оказывается, что моя преподавательница просто перепутала комнаты в общежитии. Шестую и мою девятую. А в шестой тогда жил наш физрук. И у них, видимо, тогда начинались взаимоотношения. Она просто ушла? Нет, не просто ушла. Она сказала Владислав. Я надеюсь, это недоразумение останется между нами. И, кстати, зачет можете не сдавать. Браво. Эх, ностальгия прямо. Слушайте, а почему бы нам сейчас не взять бутылочку вина и не поехать на набережную? Прямо как в студенческие времена? А? Давайте. Простите, я поеду. Лен, ты чего? Мне правда пора. Слушай, да на час туда назад. Ребята, я вызываю такси. Лен, мне нужно такси. Я тебя подвезу. А... Хорошо. Пока. Хорошей ночи вам. Спокойной ночи. Взаимно. Счастливо. Пока. Ну что, попросим еще? Посчитайте, пожалуйста. Спасибо за чудесный вечер. Я давно так не смеялась. Да, было здорово. Лена, а давай как-нибудь поужинаем вдвоем? Вдвоем. У меня еще много смешных историй. Хорошо. Я с удовольствием их послушаю. Здорово. Ну тогда я позвоню. Угу. Пока. Открой, пожалуйста. Открой дверь. Открой машину. Открой машину. Не надо меня трогать. Выпусти. Открой машину. Лена, успокойся. Если ее дергает, то срабатывает блокировка. Все. Дверь открыта. Прости. Извини меня, пожалуйста. Да все нормально. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Здорово. Алло. Алло. Лена. А ты меня набрала? Алло. Лена. Дай мой привет. Ну как? Я все испортила. В смысле? Влад с тобой? Нет, конечно, он уехал. Там просто такая ситуация. В машине заклинили замки, и, кажется, он подумал, что я неврастяничка. Фух. С тобой все нормально? Да, нормально. Лен, точно? Нет, не нормально. Я очень давно об этом не вспоминала, и теперь все снова перед глазами. Слушай, если хочешь, я приеду. Не надо, все хорошо, я уже успокоилась, правда, пока. Давай, держись. Форточка. Это просто форточка. Я снова на почту всю отчетность и все, что вы просили. Привет, дорогая. Здрасте. Привет. Хорошо жить. Ну что, все в сборе, можем начинать. Девочки, знакомьтесь, это Андрей Владимирович, новый владелец нашего салона. Лиза, уверена, вы не пожалеете, что выбрали именно наш салон. Звучит, как рекламный слоган. Майя, очень приятно. Очень приятно, Майя. Лена. Лена, а вы случайно не приболели? Нет, почему? Нет, ну вы просто так основательно одеты, хотя на улице достаточно жарко. Я всегда так одеваюсь. Ясно. А не могли бы вы завтра одеться так, чтобы соответствовать погоде? Простите, конечно, но я думаю, что это мне решать. Ну, конечно, вам. Лен, если это не касается места вашей работы, а так хоть в купальнике. Что? Хорошо, я объясню. Я купил этот салон за немалые деньги, зная, что очень рискую. Конкуренция, как-никак, большая. И чтобы стать элитным салоном, а не обычной районной парикмахерской, нам нужно показать свое лицо. Красивое, стильное, дорогое, ухоженное лицо. А я говорила. Поэтому в следующий раз, Лен. Зачем ждать с следующего раза? Пожалуйста. Так лучше? А вы не будете против, если вам немного освежат... Прическу и макияж? Да, спасибо, Лиза. Вы что, не одеваетесь? Если вы тут решили устроить конкурс красоты, то это без меня. Лен, Лен, ты куда? У тебя сегодня еще пять человек. Пусть наш новый владелец их стрижет. Лен, подождите секундочку. Давайте представим, что я клиент, который первый раз пришел в салон. Захожу, смотрю и понимаю, что мастер, которому плевать, как он выглядит, не сможет и мне ничего сделать. Если остальные мастера заняты, я просто... я просто развернусь и уйду. Но у Лены запись на неделю вперед. Извините. Галя, цитирую ваши слова. Клиентов немного, зато постоянное. А мне нужно много клиентов. И записи. Чтобы не на неделю, а на месяц вперед. Хорошо. Если вы думаете, что стрелки на моих глазах увеличат количество клиентов, пожалуйста, освежите мне макияж, Андрей Владимирович. А я бы с удовольствием поработала над внешностью нашей Леночки. Ну, если ты, конечно, не помнишь. Крюша, я не боюсь, все более ты это сделаешь с большой любовью. Только можно меня не поворачивать в зеркало? Я не хочу смотреть на этот цирк. Отлично. Тогда не будешь мешать моей работе. Вот и прекрасно. Работаем. Все. Ну, это максимум, что мне удалось вышить. Ну, что, вы довольны? Теперь лицо у салона может идти работать? Да, это совсем другое дело. Идите. Спасибо. В Кэти очень вкусные десерты, но такие дикие очереди, капец. Спасибо, дорогая. Так. Ленка, я выброшу все твои резинки. Ты посмотри, какая ты красотка. Молочка, тебе нравится? 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 Что вы? Что вы со мной сделали? Красотулиц делали. Как вы узнали? Что узнали? Только подумай, не угодили. Зачем вы это сделали? Зачем вы это сделали? Что сделали? Зачем вы это сделали? Это вы чего? Устроили тут реалити-шоу с преображениями. Вам нравится, да? Ну, конечно, вам нравится. Главное, чтобы вам нравилось, да? А на то, что я чувствую, вам наплевать. Да идите вы все за своим салоном. Я увольняюсь. Психопатка. Лиза, помолчи. Ну, а я всегда позоревала, что с ней что-то не так. И что, ты уже начала искать другую работу? Нет, ну, не думаю, что с этим будут какие-то проблемы. Я помню, как ты к нам в первый раз в салон пришла. Вся такая зажатая, вообще ни с кем не общалась. Или да, или нет. Сколько я к тебе пробивалась? Полгода. Извини, новый коллектив. Мне тяжело сходиться с людьми. Правильно. Зачем тебе еще раз через это все проходить? У нас уже все свои. Мы как одна семья. Даже эта Лизка со своими тараканами. Ну, что? Она тоже, тоже родная. Только Андрей Владимирович наш. Не знаю, чего от него ожидать. Да. Андрей Владимирович согласен. Методы у него, мягко сказать, неправильные. Но вещи, он говорит, конструктивные. Я, вот, например, верю в него, что он поднимет наш салон. Окей. Только без меня. Лен, ну, он же, наверное, не хотел тебя зацепить. Он же не знает историю твою. А так очень что знает. Как будто пальцем в самую рану залез. Когда... Когда со мной это случилось, я выглядела так же, как сегодня. Те же стрелки. Та же прическа. Та же цвет помады тот же. Ого. Как так могло получиться? Как так могло получиться? Никто же не знает, что я здесь. Я все изменила. Я город изменила. Я фамилию изменила. Даже дату рождения изменила. Я бегу, 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 бегу. От этого уже третий год. Но ты все равно не получаешься убежать. Лен. Здесь тебе не от кого убегать. Это просто совпадение. Такое бывает. Так, послушай меня. Если этот Андрей Владимирович тебя хоть пальцем тронет, ему знаешь, что сделаю с этим пальцем? Я ему этот палец сломаю. Отличная идея. У Лизы будет повод его пожалеть. Вот. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Андрей. А… Андрей Владимирович. Вы что-то хотели? Я знаю, что вы решили остаться у нас работать. Спасибо. Отлишне. Я осталась не из-за вас. Я на машине вас подвезти. Спасибо. Я на метро. Ладно. Хорошего вечера. До свидания. О, привет, красотка. Какой мышонок. Слушай, у нас тут мальчишника. А, оставайся с нами. Не трогайте меня, пожалуйста. Да ладно тебе. Вы что, нам бухло купили? Да, во, все норм. Давай. Возьмите сумку, телефон, пеньку. Берите руки от меня. Успокойся. Берите от меня руки. Да ладно тебе. Чего ты разрушил. Слушай меня. У-у-у. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Давай, давай! Ты что? Ты что? Почему я попадаю в такие ситуации? Я же не ношу вызывающие одежды, я не крашусь, я не пытаюсь быть привлекательной, но всё равно со мной это всегда происходит. А что? Что-то подобное уже было? Лен, ну конечно, вы не виноваты. Но у вас есть страхи, и они это чувствуют. Вы когда-нибудь проходили возле собаки, которых боитесь? Да, конечно, она начинает рычать. Ну так же эти ребята начинают рычать, потому что чувствуют, что рядом жертва. Значит, я жертва, и поэтому ко мне липнет всякая мразь? Я понимаю, это немного жёстко, но это правда. Да, это вообще ваш почерк. Жёстко, но правдиво. И что вы мне предлагаете сделать? Уйти в монастырь или, может, застрелиться? Работать над собой. Постепенно, шаг за шагом развивать в себе уверенность, чтобы в нужный момент дать отпор. Конечно, не очень быстро и не очень легко, но вам это нужно. Да, простите, я забыла, что вам лучше. Известно, что мне нужно. Хорошо, я не лезу в ваши дела больше. Но если это снова произойдёт и рядом никого не окажется, то это может плохо закончиться. Только не говорите, что мы будем боксировать. Будем развивать уверенность в своих силах. Ну и немного боксировать. Хорошо, покажи правый. Левый. А теперь боковой? А? Прижмем. Стойку. Здесь, тут. Прижаты. Всё, поехали. Левый. 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 Да dáл使い. Левый. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ничего, все в порядке. Лицам виноваты. Можно сказать, что довольно-таки профессионально мне мазал. Прости. Ничего страшного. Давай. Сегодня была отличная тренировка с пати. Ну, конечно. Ты можешь собой гордиться. Ты про это? Прости меня, пожалуйста, еще раз. Да ладно, все хорошо. Жевать, кажется, смогу. Ты знаешь, я так проголодалась, мне кажется, я слона могу съесть. Вот доберусь дома до холодильника. Слона не обещаю, но будет вкусно. Это было очень сытно и очень вкусно. Да, я вижу. Я правда больше не могу. Как это? Это же шестой раунд, только половина. Точно. И я должна тебя поблагодарить за то, что ты со мной занимаешься. Спасибо тебе большое. Для меня тоже интересный опыт. Я же никогда не тренировал так. Чуть-чуть с братом занимались. У тебя есть брат? Да. А у тебя? Нет. Я расладная в семье. Ну, то есть, как в семье. Меня бабушка воспитывала. Постоянно мне повторяла Лена. Улыбайся всегда, что у меня случилось, как я. Да, оказалось, как не так-то просто. Бабушка еще жива? Нет. Но зато мне есть и фотографии в кошельке. Хочешь, покажу? Ну, конечно. Я, правда, ей здесь всего шесть лет, но я очень-очень люблю этот снимок. Ой, где он меня тут? Так. Можно? Что? Да. Улыбаешься точно, как она. Вот и вот. Вот ты. А ты? Чью фотографию прячешь в кошельке, а? У меня есть семейные фотографии на слайдах для фильмоскопа. Ого, как интересно. Ну, хочешь, как-то покажу у себя даму. Это приглашение? Да нет, конечно, что-то я... Не, ну, в смысле, не то, чтобы я... Тебя пригласить не хотел к себе на бокал вина. Понятно, что я несу, а? Черт. Да. Видимо, твой удар... Не прошел бесследно. Прости. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Доброе утро! Доброе утро! Доброе! Привет! Доброе утро! Девочки, напоминаю, завтра в восемь вечера жду вас у себя. Явка обязательна. Андрей Владимирович, мы все с большим удовольствием выпьем за вашу здоровье. Я на это очень надеюсь. Ну, я просто не понимаю, что с этим миром происходит, а? Ты вбахиваешь каждое утро перед этим зеркалом. сил не жали. Эту раз причесала на тебе. Лиза, так, смотри, это скромное, но с загадкой, а вот это, в этом, конечно, никакой загадки нет. Ну, почему же, загадка в том, надела ты белье или нет? Да, решено, значит, это. А ты, что наденешь, что-то с собой взяла? Взяла, в хорошее настроение. Серьезно? Я даже ресницы накрасила. Ясно. Так, а, пожалуйста, только не надо подбирать мне наряд. Не надо. Вот это. Нет, нет, я ничего не хочу слышать. Это будет очень красиво, очень прекрасно. Лена, комфорт создает не платье, а мужчина, который рядом с тобой. Ты сейчас о чем? Ну, ладно. Все видели эти ваши непрофессиональные взгляды. Так что давай, возьми это платье и влюби в себя Андрея еще сильней. Ну, давай. Музыка 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 Андрей Владимирович, здравствуйте. 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 С днем рожденья вас. Это вам маленький подарочек. Спасибо. Спасибо. Откройте его, пожалуйста. Интересно. Галстук? Неожиданно. Я вас просто в галстуках никогда не видела. Он вам очень подойдет, Андрей Владимирович. Что? Я говорю, галстук вам очень подойдет. Да, конечно, Лиза, я его как-нибудь обязательно найден. Извини. Андрей Владимирович, я поздравляю вас с Новым годом в вашей жизни. Спасибо, Маня. Хорошего вечера. Привет. Привет. Очень милое платье. Очень милое вечеринка. Спасибо. Я так предполагаю, это мне… А, да. Семь рождения. Каба. Я вижу. В следующий раз, когда пропустишь, мой удар будет не такой. Это шутка. Я просто так бы пошутил. На самом деле, это… это очень нужный подарок. Да? Ха-ха-ха. Давай еще! Он просто упал. Ха-ха-ха. Ты совсем ничего не ешь? Я, конечно, понимаю, ты не гамбургер. Ха-ха-ха. Я не голодная. Спасибо. Никит! Посмотри на секундочку. Андрюха, ты все-таки приехал. Привет. Ну, как я мог не приехать? С днем рождения тебя. Ой, спасибо. Кстати, разреши бы тебе представить… Не нужно, не нужно. Я… я в курсе. Шерри Лайелла, звезда Голливуда. It's a great honor to meet you. Thank you. I'm honored to be here. Fabulous apartment. Слышь, детка, мне тут одна птичка напила, что у тебя мужика давно не было. Что? Простите? Я и говорю, что я скучать тебе не буду. Руки убрал! А ну-ка, иди подыши свежим воздухом. Выведи его, пожалуйста. Ты как? Кажется, я эту дорогую строю. Извини. Это ты извини. Я понятия не имею, кто он такой. Наверное, друг кого-то из знакомых. Ничего страшного. Но… Ты дала ему отпор, конечно. Да, коленки до сих пор дрожат. Ладно, хватит на сегодня впечатлений. Я буду домой. Я тебя провожу. Ты что, расторгайся с гостями? И не без меня весело? Лен, я очень хочу проводить тебя. Пойдем? И после этой выходки все гости, естественно, разбежались. И что, твой брат чудит так и на каждый твой день рождения? Может, не на каждый, но на парочку точно. Наверное, вы очень близки. Были. Мы поссорились по глупости и долгое время не общались. Никогда не поздно помириться. Его убили. Мне же, как это случилось? Неважно. Я надеюсь, того, кто в этом виноват, посадили. Нет, не посадили. Лен, слушай, я… Прости меня, пожалуйста, я влезла не в свое дело. Прости. Да нет, все нормально, я пойду. Просто посильно вымотал этот праздник. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Не зажимайся. Акцентирование удара. От ведра вкручиваю. Мне лучше передохнуть. Потом передохнем. Давай работай. Я просто хотела дышаться. Ладно, тренировка окончена. Давай, 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 работай. Еще, еще. То есть не попрощался, просто тренировка окончена и все? И все. Я вышла на стоянку, думала, что там машины уже не было. Не знаю, может мне просто показалось, что между нами что-то есть. Ну, может оно и к лучшему, потому что все эти служебные романы, они ничем хорошим не заканчиваются. Это я тебе из личного опыта хочу сказать. Слушай, я ж на этой неделе у себя на даче устраиваю вечеринку. Первый раз об этом слышу. Я тебе просто забыла сказать. Забыл? Да. Так что ты приглашена. Ясно. Ты опять меня хочешь с кем-то познакомить? Майя, я не готова. Твои «я не готова» больше не работают. Если ты влюбилась в Андрея, значит ты можешь еще в кого-то влюбить. Я не влюбилась. Я… Я не просто влюбилась. Я ему доверилась. Это Drysyn. Я ничего не могу. Я не привыкнулась, а я не могу. Ты сам по-антерам? Я неверной, которое я не могу. Я не буду двигаться. Игорь, Игорь. Да? Лен, нам надо поговорить. Ну, о чем? Я могу приехать. Сегодня? Сейчас. Сейчас? Да. Ну, хорошо, да. Приезжай. Привет. Проходи, разувайся. Привет. Зачай, кофе? Кофе. Да, кофе, если можно. Ну, спасибо. Ты... Ты извини меня, что я так поздно. А зачем ты приехал? Затем, чтобы... Блин, как же это все сложно. Ты женат? Что? Нет, нет, нет. Что-то я... А в чем проблема? В том, что я твоя подчиненная? Да нет, Лен, не в этом. Я просто... А в чем? Ты серийный убийца, международный террорист, может быть, шпион. В чем твоя проблема? Что с тобой не так? Почему ты сперва приближаешь, а потом... Потом отталкиваешь? Да, я... Ты только не ври, ладно? Не ври, пожалуйста. Я понимаю, это... Это смешно прозвучит, но... Я... Я боюсь. Я знаю, я сам учил тебя бороться со страхами, а... А уж самого их... Чего ты боишься? Того, что чувствую. Я... Я не знаю, что делать с этим, с тобой, с нами. Я... Я боюсь, что ты этого не поймешь. Слушай, я... Я все разрушу. Я не знаю, что делать с этим. Я沒有 любая кровать. Я не знаю, что делать с этим, с тобой. Доброе утро. Доброе утро. Я в холодильнике у тебя там кое-что нашел и... Ну, решил приготовить блины. Блины? Серьезно? Слишком, да? Нет-нет-нет, ты что, я очень люблю блины, да. Масленица, в общем, мой любимый праздник. Ну, тогда десять минут и все будет готово. Я только умоюсь. Хорошо. Кажется, горит. Черт! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...